Всем привет! Я тут на дачу заглянула среди недели, хотела вам показать, смотрите. Сейчас переключу, короче. Пион древовидный зацвел, вообще, смотрите, лопухи какие классные. Класс! И это только начало, их еще тут много будет. Класснючие вообще. Там мак, мака у нас в этом году вообще полно будет, смотрите, сколько головок торчит. И только один зацвел. Это, мне кажется, потому, что это мне мама так сказала. Я перекопала розы, когда их укрывала, и там, короче, переворошила все на свете. У нас уже давно так много мака не было, не знаю. Так, а, по-моему, и тот пион зацвел. Коврик тут у нас. Ой, зацепила лейку. Ветреница. Тачку поставили уже, посадили сюда эти петунии. Они какие-то унылые, может их полить надо, кстати, наверное, сейчас полью. Так, тут все по-старому. Видите, как все выросло, пока мы с вами не общались. Сейчас покажу. Да, и вот этот расцвел тоже. Он очень долго не цвел, много лет он очень долго не цвел. И вот в этом году столько бутонов тоже выкинул. Вообще класс. Сюда велик уже поставили с петунькой. Вот так вот. Ой, хорошо на дачке. Ты сюда, как приедешь, вот это вечером, так сразу остаться хочется, не хочется уезжаться. Так свежо, дышится так хорошо, так комфортно. Классно вообще. Мы тут на дачу приехали. Сегодня 22 мая. У нас в Украине послабили карантин. Пробки нереальные на дорогах. Мы, ну это чтобы вы понимали, 22 мая. Юля в меховой, с меховым воротником. Просто в зимней куртке холодно. Ветер как будто зимой. Просто зимний ветер. Короче, хочу вам показать, что у нас тут выросло. Мама говорит, бурьян вырос. Ну, бурьян это понятно. Нас не было что-то неделю. А были дожди и прохладно. В общем, стройными рядками. Редиска, лучок, морковка. Тут огурцы. И мама посадила сотню тысяч помидор. В общем, они тоже рядками. Ну, классно. Они все уныли. Некоторые, конечно, подунывшие. Он, видишь, вот этот. Да, пропавший. И вот, да, пропавший. Ну, ничего. Зато у нас их много. Поэтому урожай точно какой-нибудь добудет. Поэтому не все ж пропали. Тут несколько только пропало. И все остальные, смотри, нормальные. Там фасоля. Буду вам пальцем тыкать, чтобы яснее было. Там фасоль, там патиссоны. Там еще что-то вон зашло. Тут клубника цветет. Класс. Все-таки будет клубника. Это такая погода неясная. Тут зелень у нас. Хрен, зеленюшка. Забыла, как его. Петроп, хотела сказать. Не укроп, а петрушка. Боже мой. Петрушка. Ну, чеснок вы видели. Тут кустики у нас. Смородина, крыжовник. Ну, в общем, мне нравятся эти рядки. Тут тоже еще плохо видно. Мы просто еще как бы грядочки не оформили. Очень мокро. Постоянно не залезешь сюда. Тут, видите, огурчики взошли. Тоже классно. И тут что-то взошло. А кто это? А, буряк. Вот тут еще вот буряк. Ну, как-то камера плохо передает. Но я глазами его вижу. А раз я вижу, значит, это уже плюс. Вот такие дела. Сейчас вам пойдем еще покажу маки. Я не помню, я вам показывала их или нет. Мы среди недели с папой приезжали ненадолго. Покажу вам. Там их очень много красивых. Вернулись мы сюда, к домику. Смотрите, сколько всего у нас тут. Зелень, зелень. Я просто когда-то уже, когда было все зеленое и такое сочное, я монтировала еще старый влог. Майский или, ну, не майский, наверное, апрельский еще. Да, и там еще все такое лысое. Я когда монтировала, думаю, о боже, никакой зелени нет. А уже всего так полно. Хотела вам показать, сколько маков. Я не помню. Мне кажется, я уже говорила, но я уже не помню, кому что я говорила. Поэтому я перекапывала вот тут землю, розы укрывала. И что-то их взбудоражило. Просто посмотрите, сколько их. Их так много уже давно у нас не было. Причем еще вот головы, 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 головы. Еще будет их вообще полно-полно. И цветет много. Они, конечно, красивучие. Я уже когда-то рассказывала историю про эти маки. Их папа привез с Германии. Не помню, в каком это влоге. Не буду вас отправлять ничего смотреть. Поэтому просто расскажу. Папа привез эти маки с Германии. Вот так вот. Так, тут у нас хосты взошли. И Барселона. Ну, Барселона мы ее называем, потому что мы ее купили в Барселоне. Я вам в том году тоже показывала чудные цветочки. Там цветет пион древовидный. Белые лопухи. Как давно это было? Я вообще уже не помню. Я, по-моему, когда приезжала, я вам чуть-чуть кусочек показывала. Я вечером один раз тоже приезжала и показывала. Тут цветет пион, который в том году цвел одним или двумя цветочками. Ему уже, не знаю, лет 10. И вот он, наконец-таки, начал цвести. Тоже красавчик. Там ветреницы полно. Вот то, если что, она хорошо на даче. Но холодно. Серьезно, прохладно. Мне кажется, уже что лета вообще не будет. Или все очень сместилось. Потому что обычно у нас уже и в июне холодно, но в сентябре уже очень-очень жарко. То есть июнь холодный, сентябрь просто пекло стоит. Мне кажется, все на месяц сдвинулось так точно. Ну, как бы я не помню, честно говоря, чтобы в мае я ходила с мехом. Ну, я понимаю, что может быть слишком круто, но у меня тут пока другой куртки еще не подоставало. А это была... Вот я ее нацепила. Но это зимняя, зимняя. А какая у вас погода, напишите. Мне писала подписчица с Москвы. Сказала, у них тоже холодно, ветер. В общем, всю неделю была погода плохая. У нас приблизительно вот такая же, походу, как и в Москве. Холодно, темно и сыро. Вот как-то так. Так, мама напомнила мне, в общем, заможжевельник. Побрызгали мы его скором. Скор? Да. Ну, я вам рассказывала, что она какими-то химикатами набрызгала. Все, все прошло. Вся ржавчина прошла. Ну, да, есть какие-то маленькие еще. Вон, видите, желтенькие остатки. Ну, как сухие немного. Даже это не ветки, а вот кусочки, веточек, кончики. А так вот эти все желтые, вы видите, он просто сочно-зеленый. Все желтые вот эти наросты, они все сдулись и пропали. Так что мы спасли можжевельник. И кому надо, вот реально, скор. Мама разводила упаковку 1,4 грамма на 10 литров воды. И вот это его весь опрыскивало. Ну, вот реально в восторге. Просто радости нет предела. Реально, можжевельнику 150 лет уже. И смотрите, насколько он сочный. Сейчас отдалю. Смотрите, просто весь зеленый, красивый. Так что скор спас. И еще она удобряшка его какой-то поливала. Поэтому сейчас, если найду, а нет, это кусочек сухой веточки. Ну, даже не видно вот этих наростов, которые были. Потому что, помните, я вам вот тут вот прям показывала. Вот такие шарики желтые мерзкие висели. Так что спасибо подписчице. Она тоже посоветовала скор. Ну, и мама сразу за скор взялась и набрызгала. Так что спасибо большое за помощь. Вот мы спасли. И кому надо, знайте. Не обязательно его весь вырезать, как оказалось. Так, перенесемся немного с дачи в квартиру. Не снимала тут уже 350 миллионов лет. Я уже не помню, что я вам показывала, что мне довезли, что нет. Покажу. Ну, если что, вдруг, то заново. И покажу, сегодня мы с мамой атаковали эпицентр и докупили еще много всяких разных мелочушек, но очень важных и полезных штучек для кухни и в ванную. Потому что мне практически доделали в ванную. Вернули кухню. Сейчас я все расскажу потихонечку, потому что я немного выпала из ютубной жизни. Сейчас все вернемся. И, наконец-то, мне повесили гордины. Не мне повесили, а мы с мамой сегодня повесили гордины в зал. Смотрите, по-моему, бомба. Но, на самом-то деле, я уже фоткала для того, чтобы отправить, показать остальным. В общем, они почему-то разовят на камере. А на самом-то деле, они не такие. Но вот сейчас посмотрите. Итак, у меня тут может быть небольшой хаос, но такой себе не очень. Тут у нас, знаете, антисептики, там зарядочки, диванчик лежаный. В общем, гордины у меня выглядят вот так. Так, вот я не знаю, еще попробую вечером снять при свете просто лампы. Она почему-то такая желтая на камере. На самом-то деле, она белым светит. Непонятно, камера все не так передает. Но вот сейчас более-менее приближен цвет к настоящему цвету гордины. Они состоят из трех частей. То есть, до окна такая серо-лиловая она. На окне белая. И сбоку, и заход на балкон, как бы получается, она идет углом. Тоже вот эта серо-лиловая, как стена. Ну, на самом-то деле, сейчас я отдалю вообще далеко. Стало, вот видите, она сразу розовит, не знаю. Стало очень уютно. Вообще, на самом-то деле, просто, ну, супер. Вообще, с гординами, конечно, реально другой вид комнаты. Сейчас я вам поближе их покажу. Мама мне тут сделала такие бантиками. Такими складочками бантичными. В общем, классно. И, ну, она на ощупь вообще нереально классная. Здесь мы сделали разрыв для того, чтобы делать вот так вот. И Мария Ивановна могла на окно запрыгивать. Ну, потому что без этого никак. Так, мне довезли вот такой вот стол сюда. Здесь, ну, это как компьютерный стол. И я тут крашусь. Я переехала с окна, наконец-то, своего в спальне. И организовала тут практически косметику. На самом-то деле, вообще тут пока что хаос. Я это все приведу в порядок. Я купила органайзер такой другой. И постараюсь все туда уместить. Здесь у меня зона читания. Игрусик на планшете. С лампой. Вообще, очень классно. Ну, вот, гардины реально меняют. Также мне привезли тумбу под телевизор. Это муси на коробке. Как обычно, ее и грусть. Я пока упаковала это все, чтобы оно не валялось тут по всей комнате. Это ящики, дальше объясню. Это ящики с ванной комнаты. Мне еще там не доставили. Потому что там возникла, как обычно. Естественно, маленькая проблема. Здесь тумба под телевизор, она такая же, как вот этот стол. Долго их ждали. Укрепляли там как-то. Потому что, видите, у них ножки тоненькие. А сама вот эта часть, она нереально тяжелая. Мы сегодня с мамой еле-еле перетащили этот стол для того, чтобы гордины повесить. Ну, мусина когтеточка, скорее всего, естественно, не очень вписывается в общую картину. Но у меня есть бежевая подушка. У меня есть желто-бежевые такие всякие пятнышки на ковре. Поэтому, мне кажется, ну, она без нее уже жить не может. Поэтому или со временем куплю какую-то серую. Или пока что будет вот так вот. Мне поменяли фасады на кухне опять все. Мне опять основа заново. Я вам уже не рассказывала для того, чтобы вы не расстраивались, не смеялись с меня. Они, ну, в общем, не расстраивали меня и не смеялись с меня. Короче, ну, мне не понравилось. Потому что опять вот этот с вот этим не совпадали по цвету. С этими они тоже не совпадали. Тут матовое пятно было. Короче, опять были проблемы. Мне их забрали в пятый раз или в четвертый, я уже не помню. Честно говоря, все перекрасили. Но они стали слишком серые. Стол, я не помню, показывала я вам или нет. Стол мне привезли тоже. Но он коричневый. Алло, фокус. Его будут скрывать еще патиной для того, чтобы убрать вот эту коричневизну. Она меня бесит, она мне не нравится. Вообще, по логике вещей, все дерево. Вот этот весь шпон должен был быть вот такого цвета, как прихожая. И как в спальне. Сейчас покажу. Как мои вот эти в спальне. Но что-то пошло не так. И поэтому, ну вот, как бы вы понимаете, да, разницу? Коричневая, серо-коричневая. Коричневая, серо-коричневая. И тут серая. Да, я немного расстроена. Самый первый раз, это единственный раз, когда они попали. Сейчас я отдаляю заново. Первый раз, когда они покрасили это все и привезли. Это было в цвет. И мне очень нравилось. Но, помните, я рассказывала, там была треснутая. Там кромка отошла. Тут что-то еще было. В общем, они все забрали. В общем, на пятый раз они, видимо, не могут покрасить одинаково. Поэтому, ну, немного все отличается по цвету. Но я уже устала. Поэтому, меня на самом-то деле устраивает. Мне нравится этот цвет. Мне нравится серый. Потому что оно больше похоже на столешницу. И кухня, как отдельный элемент, в принципе-то вот в серых тонах, она меня полностью устраивает. Осталось мне нарисовать рецепт на вот этих фасадах, которые не забирают и привезли с первого раза. Так, тумбу я показала. Стол показала. Пуфики распаковала. Очень удобно. Мусю сегодня буду отучать трогать гордины. Еще прихожую вы видели. Не знаю, видели ли. Вот сюда мне привезли еще полочки для обуви. И туда полочки для всякой ерунды. Еще я не заполнила это все дело. Здесь мне, вот тут вот, здравствуйте. Мне привезли вот такой вот шкафчик. Я еще тоже его до конца не сделали. Потому что не сделали еще вот тут вот шкафчик. Должны повесить шкафчик вот здесь вот. Но они его не могут тут пока что повесить. Потому что тут во что-то они упираются. И моль не раскрывается. И поэтому какие-то там опять, ну естественно, проблемы. Почему бы? Как без них жить? В общем, здесь вот опять сейчас отдалю. Вот такой вот шкафчик. Тут еще их даже какие-то прибамбасики лежат. Поэтому я до конца еще все не разложила. Вот яблочко поставила. И тут оно открывается сбоку. И вот так вот это все выглядит. Дело, ну в общем-то, мне нравится. Нравится супер. И тут и свет же у меня. Ну в общем, классно. С этой стороны, но над стиралкой у меня тоже шкафчик. Который я еще тоже не заполнила. Кто-то у меня недавно спрашивал, чем я крашусь. Пока был карантин. Я вот попробовала вот такую краску. Estelle White Balance. Секрет идеального блонда. 12.65 прекрасный самфир. Она, кстати, двухкомпонентная. Тут отдельная краска и тоник. Поэтому кому надо, вот срочно. В срочном порядке вам немного не в тему. Показала. Estelle. Хорошая краска. И у меня ушла вот эта сумасшедшая желтизна. В принципе-то вроде бы все. Все, что мы сделали. Это, наверное, и все. Ну тут я наконец-то убрала все с подоконника. И вот постоянно у меня теперь гордина закрыта. И ну в этой комнате хочется только спать, 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 спать. И больше ничего не делать. Только спать. В общем-то реально утром не проснешься. Но гординки мне очень нравятся. Я прям в восторге. Вообще, да? Муся, ты в восторге? А? В восторге ты или нет? Непонятно. Еще раз. Да здравствуйте, дорогие подписчики. Мы с вами не виделись сто лет. Вау. В общем, мне очень нравится теперь моя комната. Супер. Вообще супер. Ну и сейчас покажу. Мы вот докупили, собственно говоря. Сейчас отдельно покажу. Итак, начнем с самой большой. Это полочка в ванную для шампуней. Умывалок там разных. Мочалку повесить. Не знаю, всякое. Такое. Ну, не в ванную комнату, а саму как бы в душевую кабину. Потому что пока что у меня шампунь и гель для душа стоят на полу. И, в общем, это фирма Аквародос. Мы, в принципе, практически все взяли этой фирмы. Кроме одного, сейчас объясню. Мы, когда я только сюда заехала, мы купили держатель для туалетной бумаги, крючок для полотенца. Один, потому что у меня есть полотенцесушитель. И ёршик для унитаза. Вот все вот этой фирмы. Аквародос и серия Белотерра. Вот эта квадратненькая такая. Это тоже квадратная. Сейчас объясню. Тут мы взяли мыльницу квадратную. Потому что она и тут, в принципе, квадратная. И крепление само квадратное. И потому что мы уже взяли терру держатель, крючок и ёршик. Поэтому мы и взяли терру. В ванную мы взяли Леонардо, по-моему, называется оно. Да, Леонардо. Потому что на терре были вот тут вот почему-то круглые. То есть сами держатели были квадратные, а вот эти были круглые. И они не понравились мне. Поэтому мы решили выбрать Леонардо. Потому что мне понравилось, что оно и здесь квадратное, и здесь квадратное. Это мне надо отнести к моему держателю, крючку и ёршик. Для того, чтобы когда пришли доставлять мои ящики под раковину, мне вот это все уже наконец-то установили. Вот мы все это и купили. Так, будем смотреть дальше. Ну, это щеточки, потому что у меня есть кошка. И тут, видите, роллер для очистки. Все улики надежно уничтожены. Так, купили мне сито для того, чтобы я делала макарошки. Не сито, а дуршлаг. Вот эту штуку я купила для своей косметики, которая вот здесь вот хранится. И вместо того, чтобы оно все там валялось в упаковках от Феррера Роше, я хотела бы пораскладывать как-то вот так вот. И она тут почему-то ужасно голубая. На самом деле она такая бирюзовая немного. Так, купила новую пахучку, Rental Spa. Вообще бомба, пахнет классно. У меня стоит вот там вот фирмы Luna. У меня там корица с яблоком. По-моему, бомбический аромат. Когда мне все-таки приделают полочку возле зеркала, я поставлю ее туда, потому что, ну, тут как-то оно, мне кажется, слишком. А когда оно будет стоять в коридоре, ну и так, заходишь и пахнет. В квартире, честно говоря, мне нравится, когда так пахнет. Так, Муся, а это be careful, please. А, также мы купили держатель для жидкого мыла, потому что я люблю жидкое мыло. Но мы взяли фирму вот этой Хасика. Не знаю, у меня у родителей такая же фирма. У них все, и полочка, и мыльница для жидкое, и для обычного мыла, и для щеток зубных слева, справа. Там, в общем, у них все вот этой одной фирмы, тоже все квадратные крепления. Знаете почему? Потому что терры нету для жидкого мыла. Вот нету. Вот есть, по-моему, какое-то Матео или кто-то еще там был для жидкого мыла, а вот именно терры и Леонардо не было. Ну вот они какие-то странные, не знаю, не сделали. И на сайте мы посмотрели, что-то я не нашла. Поэтому мы решили взять вот немного другую. В ценовой категории оно примерно так же. И я так подумала, какая разница, там будет написано Хасика или Аквародос, если за вот этим большим как бы пиптиком будет не видно. В общем, я не расстроилась, оно наоборот мне очень нравится. Оно классно выглядит. И самое интересное, что оно не облазит. У родителей уже очень много лет вот эта фирма. И, ну, все нормально. Никто не облез, никто не поцарапанный. В общем, это тоже надо туда не забыть все отдать. Так, что тут у нас еще? Ну, естественно, мой сухой шампунь, раз я уже там была. Купили фирмы такой, как у меня, кастрюли. Мне кастрюли мои нравятся. Лесснер, английская фирма. Купили терку. Буду делать печеньки. Кстати, папа требует. Сделаю печеньки. Мне терка нужна была, чтобы цедру натереть. Еще я купила пледик сюда на диван. Он тоже серенький под цвет, чтобы он там немного терялся. Для того, чтобы иногда хочется укрыться, иногда хочется только ножки накрыть. В общем, для того, чтобы дневной сон на выходные дни проходил более спокойно, более приятно и уютно. В общем, я купила вот такой пледик с баламбосиком. Я не знаю, надеюсь, Мусе их не будет. Он просто супер-мега-мягкий. Поэтому, ну, как бы, уютненько. Так, дальше. Вот эти мы купили для круп. Кругленькие. И тут 2 литровых. Это же мне потом, вот это я тут сейчас наскладываю. Мне же потом это все расставлять, мыть. 1,075, по-моему. И 1,05. Вот так вот. Так что можно уже пересыпать рис, гречку, булгур, кускус. У меня там есть как раз вот булгур или кускус пойдет сюда. Мне его не очень много. Так, купила мерный стакан. Опять же, потому что у меня нет мерного стакана. Он мне понравился. Он, кстати, не очень дешево стоил. Вообще был, по-моему, самый дорогой мерный стакан, который был. Тут отдельно, видите, для сахара, для этой муки, в общем, для жидкости. Там пинты, финты, в общем, всякое такое. Понравился он мне. Так, купили набор. Не хочу, чтобы висело, не хочу, чтобы стояло. Бергов полноценного набора не нашли. И выбрали вот из того, что мне нужно, вот такой набор от Делимана. А, и вот это, честно говоря, тоже у Делимана не было. Взяли какую-то обыкновенную для картошки делать. Видите? Тут прям пюрешкой нарисовано. Так что вот это для пюрешки. Вот это я буду колоть тех, кто мне не нравится. Но другого я не знаю зачем. Ну, мясо вроде как там переворачивать. Я просто с такой штукой еще никогда не готовила. Венчик, потому что у меня, в принципе, нет венчика. Он мне нужен был очень-очень сильно. Половник для того, чтобы борщичок молодой. Уже у нас есть молодой буряк, капуста, всякое такое. Можно молодого борща забывахать. И теперь у меня есть половник, которым я буду наливать этот борщ. Это для спагетти. Но я его взяла для пельменей на самом-то деле. Потому что я же типа взяла рушлак. И я буду туда сливать спагетти. Не знаю, так я, наверное, не смогу это все делать. Вот, для пельмешей, в общем-то. И для того, чтобы жарить котлетки или яишку. Ну, может быть, вы как-то используете их по-другому. Я не знаю, но вот я писала. И купили серенькую тоже такую миску. Потому что я у мамы же украла миску. Вот, практически такую. Только у нее опять же бергов. А у меня просто миска серенькая. Ну, тут что-то недешево стоило. Какая-то невменяемая цена тоже была. Мусь, что такие, что такие? В общем, так что завтра буду делать печеньки. Уже в своей миске. Вот так-то. Понятно? В общем, наболтала я опять на кучу времени. Муся, ну поговори с нами. На балкон ходит? Не знаю, балкон. Не-не-не, так. Я тут хочу ей все-таки, наверное, открыть. Для того, чтобы... Ну, в общем, для того, чтобы она гордину не портила. Да, Мария Ивановна? Аккуратно на подоконник залазь. Она не может жить без подоконника, поэтому в любом случае нам бы пришлось сделать раздвижение вот такой гордины для того, чтобы муська спокойно залазила на окно и сидела там смотрела. Ну, она же как член семьи, поэтому нужно уважать ее интересы. Да? Уважать твои интересы надо? Только ты гордину не трогай. Сегодня буду с ней проводить беседу на эту тему. Так, в общем, я пошла это все дело раскладывать. Так, постскриптум пришла домой вечером, решила вам еще вечером показать, как оно смотрится. Убрала зеркало, оно обычно стоит там, потому что я крашусь, я это уже говорила. Вот, смотрите как. Блин, ну на дом же похоже. Вот реально гордины решают, потому что то я приходила, знаете, как, ну не знаю, еще в процессе стройки как будто, а сейчас прям, ну, мне безумно нравится. Вообще очень классно. И вот свет включу. Класс. Вот сейчас они, кстати, больше похожи на тот оттенок на телефоне, который видит мой глаз. Вообще супер место вот это тут. Такое уютное. Почитать хочется. Наверное, сейчас сяду. Муська тут лазит туда-сюда. А мы, кстати, еще купили, сейчас покажу. Докупили с мамой. У меня тут пакетик. Сейчас я сделаю. Еще картинки надо повесить. Сейчас покажу вам. В общем, вот это полотенечко ничего не вытирает. Оно меня бесит. Поэтому мы с мамой докупили, кстати. Она дочеки отдельно попрятать. Так. Масленку купили. Я ее почему-то называю масленица. То есть надо достать и положить туда масло. Хочу вам сразу покажу. Муся, вот знаете что? Слазь. Давай, давай. Давай. Нет. Нет. Не хочу на нее кричать. Ну так. Походу придет. Ты что такое? Вот на подоконнике можешь сидеть. Так. Хочу сразу достать и вам показать. Не вздумайте. Не вздумай. Так. Сейчас походу ничего не получится. У меня одной рукой. Или я уже все-таки мастер. О. Так. Ну обычная такая. Она матовая. Мы еще хотели купить такие типа солонка и перец. О. Солонка и перец. Ну в общем. Чтобы оно и мололо сразу. Так. Оно. Но мы не нашли. Я вот к чему. Обычная вот такая вот матовая под чайник. Чайник у меня тоже такой. Ну может оно в оттенках и отличается. Но в любом смысле что происходит? Но в любом случае оно все металлическое, матовое. Мне нравится. И купили вот такие полотенечки. В общем очень странные полотенечки. Они такие как тряпать. Куда ты собралась? Куда ты собралась? Назад. Назад. Вот это воспитательный процесс. Понимаешь? Вот там сиди. Они такие странные. Как бы они похожи на тряпочки. Но это полотенечки. Потому что вот это реально ничего не вытирает. Оно не убирает влагу с тарелки. Оно просто размазывает воду по тарелке. Я тебе сказала, что назад. 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 Муся. Дуй отсюда. Вот. Так что купили. Они такие мягузьки. Я надеюсь, они будут хорошо вытирать. Так. Все. Там больше ничего нет. В общем, последние покупочки. Итак. Мария Ивановна. Мария Ивановна. И. Ай-яй-яй. Шкода. Шкода. Она любит все сбрасывать просто. Так. Я тебе что сказала? Что я тебе сказала? Дуй назад. И купили еще вот такую от фирмы Тескома. Алло. Вот Тескома. Ну, в общем, мазать буду свою выпечку. Всякие свои пирожочки, печеньки. Завтра планирую печенье печь. Я уже говорила. Алло. Назад. Дуй назад. Слазь. Слазь. Муся. Бегунок. Вот. Мазать. Всякие свои выпекашечки. Вот такая штука. Ну, ее типа можно повесить. Но я не хочу, чтобы у меня тут ничего висело. Поэтому у меня здесь вот так вот. Сейчас. Раз. И вот. Все эти я уже свои сложила. Причиндалы. И положу сюда вот эту. Надо только с нее снять. Этикеточку. А так, видите, у меня тут организация пространства. Мне очень нравится этот ящик. Получается. Вот этот закрыл. Вот этот толкнул. Сам доехал. И все. А вам всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной. Несмотря на редкость выхода видео. Может быть, исправлюсь. Может быть, нет. Уже ничего обещать не буду. Вот. Пока как-то так. В общем, поделилась всем, чем хотела. Вроде как. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока. И до новых видео. А не обязательно буду. Только вот правда не знаю когда. Еще раз спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok